Жанна Батиста Грёза Жанна Батиста Грёза Не оставил глубокого следа в его творчестве Его больше интересовала современная жизнь Быт, нравы, костюмы Простонародья итальянского Для него это был материал, необходимый в его творчестве как мастера бытового жанра Этот рисунок изображает игру в Морро Это старинная игра, азартная игра, которая была известна еще в Древнем Риме По своему типу это законченный композиционный рисунок Который с самого начала задумывался для продажи, для экспонирования И он был графическим эквивалентом небольшой картины Другой лист это этюд мальчика, стоящего на коленях Он показывает, как серьезно Грёза относился к процессу создания своих картин на бытовые сюжеты В сущности он следовал методу, принятому традиционно в Академии Основываясь на эскизе, композиции в целом Разрабатывал каждую фигуру в отдельности, в этюдах Делал этюды голов, рук Заботясь о выразительности жестов и физиономики Тем самым он как бы пытался поднять статус бытового жанра До уровня исторической живописи и большого стиля В его творчестве можно выделить отдельные характерные типы Которые персонажи, которые переходят из картины в картину Поэтому не всегда удается в точности связать ту или иную фигуру в рисунке с какой-либо картиной Поскольку эти фигуры с небольшими модификациями могут встречаться в разных композициях Так случилось и с этим этюдом, который долгое время считался подготовительной работой картине «Паралитик» из Эрмитажа Но на самом деле он ближе к другой композиции, которая известна по гравюре Это композиционный рисунок, не картина, которая была гравирована под названием «Дети, застегнутые врасплох» Там речь идет о мальчике и двух девочках, которые завладели горшком с вареньем И борются за это лакомство А мать, которая стоит в дверях, намерена наказать негодников Грёз предпочитал как технику рисунка сангину, реже черный мел Иногда использовал сочетание этих двух материалов, как в данном случае, добиваясь тонких колористических эффектов Это другой тип рисунка, который тоже трудно связать с какой-то одной картиной Но речь идет о неком типе головы пожилой женщины, матери или бабушки Типе, который встречается в разных картинах Например, в картине «Деревенская помолвка» или «Паралитик» или «Горячо любимая мать» И эти характеры переходили, опять-таки, из одной картины в другую Такие этюды голов получили название «Характерные головы» В частности, такого типа этюды воспроизведены в серии гравюр «Энгуфа» И там встречается как раз такой тип пожилой женской модели Часто Грёз ставил перед собой задачу передать ту или иную эмоцию И в этом случае использовался термин «экспрессивные головы» В сущности, здесь Грёз следует традиции, которая восходит к Шарлю Ля Брену Автору учения о выражении страстей Он разработал некий физиономический язык для передачи разных эмоций человека Страх, надежда и так далее И такие рисунки Грёза служили материалом, моделями для учеников Которые осваивали искусство рисунка Именно с этой целью они воспроизводились в гравюре Или сами оригинальные рисунки тоже служили таким учебным материалом И с этим связано приобретение большой коллекции рисунков Грёза Иваном Бецким, президентом Петербургской академии художеств Который в 1769 году передал большую коллекцию больше 200 листов Купленных в мастерской Грёза для целей дидактических образовательных учеников академии И именно из этой коллекции происходит и этот этюд женской головы, и этюд мальчика Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова